Всем салют народ, с вами канал Hookalife. Сегодня я нахожусь опять же в Rollsmoke Barry. Вместе с Никитой сегодня будем снимать обзор, делать обзор на самарский кальян от Дмитрия Золотова. Вот такой кальян мне прислали. На данный момент есть 10 моделей. Здесь сверху видео будет уже вставка с изображениями всех моделей. У меня приехала вот такая модель. Все модели выполнены из нержавеющей стали, то есть сама шахта нержавеющая сталь. Сверху оболочка это анодированный алюминий, покрытый, скорее всего, порошковой краской. Не уверен, что это порошковая, но вот такой, блин, на камере жалко не видно будет. Кальян кажется издалека черным, на самом деле он покрыт такой темно-серой краской и на свету здесь есть такие прикольные блески, знаете, как краска для машин такая прикольная. Видно? Да, ну вообще цвет мокрый асфальт, я бы сказал. Что-то даже такое хромовое, наверное, есть, но в общем покраска прикольная на самом деле. Да, прикольно. Кальян неразборный, то есть вот такая вот шафта есть и как бы она все не разбирается. Ну, как бы кому-то плюс, кому-то минус, но мне в принципе без разницы разбирается, не разбирается. Дизайн такой брутальный, толстенная труба такая, прикольно в руке лежит, не знаю, мне нравится. Основание сделано из анодированного алюминия, коннектор под шланг выполнен из нержавейки, клапан выполнен из нержавейки, блюдце выполнено из алюминия. Так, поехали дальше по порядку собирать будем тогда и уже смотреть. Я понимаю, что основание и блюдце это порошковая краска. Да, скорее всего это покрашено, хотя мне кажется, что это черное нодирование. Хотя, вот здесь чуть-чуть если счистить, возможно, да, это краска, но не в этом суть. Расскажу сразу про небольшой инцидент, который с ним кальяном произошел. Ну, не инцидент, это уже моя прихоть была. В общем, изначально у этого кальяна, как по мне, была очень тяжелая тяга, она была очень сильно похожа на старбазовскую. Это было из-за того, что здесь в основании только одно отверстие под клапан, вот здесь. Второго отверстия не было и воздух проходил чисто в зазорах между основанием и погружной шахтой. Именно поэтому тяга была достаточно-таки тяжелой, но меня она не устроила, я решил сделать ее полегче. Потому что я люблю классическую тягу, но не настолько. Она прям была как старбаз, даже немножко тяжелее. И в этом есть огромный плюс в том, что воздух проходит не так быстро, и вкус чашки лучше раскрывается. Вы можете прочувствовать все вкусовые нотки, которые присутствуют в чашке, и получить большее количество дыма, и чашка будет медленнее сгорать. Но я вот здесь просверлил восьмым сверлом второе отверстие, чтобы сделать тягу полегче. В принципе, и такой небольшой апгрейд, это уже лично я для себя сделал, но это не обязательно. Вкручиваем основание на саму шахту. Дальше вот здесь у нас будет коннектор под шланг, как раз где сверлил. Резьба нормально не залипает, ничего. Единственное, что здесь чуть-чуть неаккуратно выполнена резьба, но это из-за того, что, как мне написал производитель, приехала нержавейка немножко не той марки, и она оказалась очень тяжелой в обработке, именно в нарезании резьбы, во всем остальном. Это не считая минусом, это просто небольшая ошибка при заказе материалов, в принципе, ничего страшного. При другой нержавейке резьба будет более аккуратно выполнена, но даже в таком исполнении здесь все нормально вкручивается, ничего не застревает, все хорошо, отлично держится. Вот такой в комплекте диффузор, выполненный из капролона. Ну, ладно, пусть будет. В принципе, кому-то может нравиться диффузорная тяга, мне лично нет, поэтому я его сниму. Ну, диффузор можно было сделать как-нибудь из нержавейки, из алюминия, из чего-нибудь такого, потому что из капролона выглядит немножко неоприятно и кривато. Ну, в принципе, ладно, это как доп. функция, об этом мы не будем ее к колено приписывать. Вот такое блюдце, прикольник, а здесь все-таки вот эти ребрышки и вот здесь вот. Блюдце похоже на рейзеровское, наверное. В принципе, здесь есть тоже шероховатости назовем. Да, потому что это не ребра, не пупырки, это вот именно такие вот шероховатые потертости, если их тут видно. На камере, скорее всего, не видно, но суть, чтобы блюли не скользили. Не скользили, как по конькам. Здесь у нас есть выдавленное основание под блюдце и на блюдце вот такой рельс. То есть вы ставите блюдце, и оно ни вправо, ни влево, при таком наклоне кальяна нормально вот висит. Также блюдце фиксируется уплотнителем. Ну, такое. Здесь, короче, есть два варианта, как делать блюдце. Первое, это делать большое отверстие, чтобы можно было снять блюдце даже при установленном уплотнителе. Второе, это делать блюдце фиксированным, то есть прикручиваемым к кальяну. Такой вариант достаточно спорный, но, в принципе, никаких проблем не вызывает. Если вот зафиксировать его уплотнителем, он стоит и нормально. Вообще прикольно крутится. В принципе, я думаю, ты сам сталкивался с тем, что если у нас верхний коннектор по чашку закручивается, то с резьбой потом его трудно откручивать. Ну, это да. Это даже на нержавейках такая фига. Здесь скорее в плюс это можно отнести, я думаю. Цена данного кальяна 6 тысяч рублей. Вот это... Блин, вот под другие колбы нормально входят? Вот тут точно такие же вносить, это ванна только крашеная, они нормально встают. Вот на эту колбу не хочет. Колбы от ВЗ? Ну, ладно. Нормально. Болк с ним, пускай хотя бы ровно стоит. Пусть хотя бы курица. Да. Колбу я поставил специально прозрачную. Именно вот эту поставил, чтобы мы могли посмотреть, как продувается колба, продувается ли она вообще и как работает клапок. Поставлю чашку. Еще раз повторюсь, колян стоит 6 тысяч рублей. В эту стоимость входит шахта, блюдце и мундштук. Мундштук вот такой вот тоже похож на огромную пулю, как по мне. Брутальненький такой. Не, мундштук прикольный. Мундштук мне, честно, закатил, потому что... Кстати, покрашен так же. Да, покрашен он так же прикольно. В принципе, выглядит он, по мне, так реально круто. Ну, все вот эти 10 моделей, которые вы видели сейчас на изображениях, они все в такой брутальной манере выполнены. Все шахты такие толстые, прям массивные. Чем-то, по мне, некоторые модели напоминают Mamai Custom, но не суть. Ладно, тут все как-то более брутально выполнено, не знаю. Тут тоже из Самары, видимо, у ребят, поток мысли один. Единственное, что мне непонятно, почему сделаны 5 отверстий, ну, 5 таких выпуклостей под пальцы. У меня их как бы... Я четырьмя пальцами держу, и одно получается как-то, не знаю, вот так. То есть, неудобно тебе? Нет, почему? Держать в руке удобно, просто можно было сделать 4, а не 5 этих под пальцы и порезень. Это как бы странновато немножко, ну да ладно. И сейчас к самому главному, как курица кальян, посмотрим на его продувку и на все остальное. Первая тяга. Вот с тем, что я сделал отверстие в основании восьмеркой, теперь тяга похожа на КМ, но чуть-чуть полегче. Теперь она не такая тугая, как Старбазовская, и прям приятно по мне куриц. Потому что я люблю такую более-менее тяжелую тягу, но такая тяга, как и была изначально, она была очень тугая, как лично по мне. Поэтому сделала немножко полегче. На самом деле внешние детали, внешняя прокраска выполнена на первый взгляд. Не знаю, как поведет дальше на себя в работе. На первый взгляд выполнена круто, но не все. Допустим, между основаниями, между шахтой, прокраска в основании неаккуратно выполнена. Я думаю, этот момент можно доработать, и будет все круто. Но опять же, не будем так критично, потому что... Дмитрий делает его сам, полностью все колено делает сам. Сам заказывает материалы, сам вытачивает, сам красит. Ну, не сам красит, а дает на покрасочную, но сам все находит. Поскольку не бывает самых первых моделей у всех максимально идеальных, но вот этот кальян не вызывает, по первым ощущениям, по курительным свойствам, по внешнему виду, никакого отращения. Есть небольшие недоработки, но я надеюсь, что Дмитрий в ближайшем будущем уже все это исправит, и кальян сможет в полной мере проявить себя и выйти на кальянный рынок как достойный, мощный продукт, который сможет конкурировать с такими кальянами. Поскольку цена у него неплохая, 6 тысяч рублей за нержавейку. Да, само собой, создателю гимии респект за это, то, что все сам, все сам. Но цена, в принципе, сладкая за нержавейку. Ну и комплект, да, колбы тут, в принципе, тысячу рублей добавили, и будет колба за 7 тысяч рублей. Ой, за кальян за 7 тысяч рублей. Сейчас проверим работу клапана. Вот, силикон копейки, да, по-другому, и 4 стоят. Проверим работу клапана. Клапан очень легкий, там пластиковый шарик, который очень легко выдувается. Здесь есть небольшие проблемы с выдаванием колбы, почти вот на 90% она выдувается, но я все-таки спешу на то, что я там немножко сверлил и накосячил. В некотором случае. Слушай, а шарик сидит криво, потому что она у нас колба не до конца... Потому что, да, тут резинка такая. Потому что я не могу воткнуть, хотя я маленькую резинку поставил от кая. На принципе, колба выдувается. Сколько? Три продувки, да? Ну, есть там, насколько я знаю, отзывы были о том, что у некоторых выдувается за одну продувку, у некоторых за два, у некоторых за три. Это еще от легких зависит, видимо, я не могу так сильно дуть. Но колен, в принципе, тяжело залить, за счет того, что клапан очень легкий, но любой колен можно залить почти, кроме еврошиши, мигов, таких, ВЗ. Но, в принципе, клапан работает отлично, продувается легко, колбы выдуваются, чаши выдуваются. Клапан очень легкий. Здесь прикольно то, что шланг вставляется непосредственно в коннектор, и шланг не выпадает. То есть его выдернуть, это прям целое дело. Еще покурю. Тяга достаточно приятная для меня сейчас с вытащенным отверстием. Я поговорил с Дмитрием, он сказал, что, скорее всего, будет так же изначально уже вытачивать это отверстие, которое я сверлил, чтобы тяга была полегче. И вот с данным отверстием тяга очень приятная, и мне безумно нравится. Еще раз посмотрим на работу клапана. Одна продолжительная продувка, и... Ну, полторы-две продувки, и колба, в принципе, у нас пустая. Ну, да. В принципе, колбу выдавая, это круто. Чашка мне какая-то не дымная получилась. На трех гулях у нас, что дома стоит. Нет, клапан, на самом деле, правда, выдавая. Я сейчас попробую первый раз, клапан, мне, в принципе, понравился продувка, продувка крутая. Есть такое сегодня небольшое нововведение, два мнения. Я этот Колян курил уже второй день. Вчера я его курил раз в 15, сегодня уже курил. А Никита у нас видит этот Колян в первый раз, и вот именно первыми впечатлениями сейчас делится. Как тебе тяга? Тяга мне залетает, в принципе, потому что она приближена к классическому. Не знаю, как будет для диффузора, но без диффузора тяга крутая. Я выстрелил две драки еще в диффузоре побольше, чтобы сильно на тягу не влиял диффузор, но при этом бульканье от этого уменьшал, и было прикольно. Но я не фанат диффузоров, поэтому я даже не буду его ставить с диффузором. Кому там больше нравится именно тяга и курение, мне нравится больше и без диффузора. Вот здесь слегка сифонят коннектор под шланг, но это потому, что, еще раз повторюсь, резьба выполнена немножко неаккуратно. Хайд кашлять. Резьба выполнена немножко неаккуратно за счет того, что был косяк с материалом, но в дальнейшем все это будет убираться, и вот эти мелкие косяки все уйдут. Еще раз повторюсь, это вот первые модели, Дмитрий делает все это сам, поэтому, в принципе, это можно списать на неопытность. Но вот убрать все эти мелкие недоработки, и кальян будет отличным. За свои деньги вы получаете хороший дизайн, довольно-таки неплохую комплектацию, таблюзия, шахты и мундштук. Еще добавить полторы тысячи, вы получите еще шланг и колбу. Ну, не Дмитрий доплатите, а в смысле, сами купите. И, в принципе, хороший кальян, нержавеющая сталь. И давайте подведем итоги, плюсы и минусы. Плюсы это надзазначная цена, материалы, работа клапана и покраска. Покраска мне дико понравилась. Вот жалко, что на камере не видно, но здесь вот стоит свет у нас, прожектор, и вот видно прям переливаются эти блестки. Покраска бомба. Прикольно. Не знаю, как она пойдет в себе в дальнейшем, будет ли она облизать или нет, но мне кажется, что вот эта вот покраска, которая на шахте и на мундштуке, она точно не слезет, потому что она прям вообще четко сделана. Вряд ли это порошковая краска. Насчет основания я не уверен, потому что, скорее всего, здесь порошковая слезет. Ну вот, на мундштуке, да, есть небольшая костка. Смотри, здесь был пузырик от краски. Да, возможно, какой-то небольшой косяк покраски. Ну, это уже от покрасочной. Насколько я знаю, Дмитрий уже 8 покрасочных перепробовал, и каждый где-то что-то как-то... Либо, возможно, что это нюансы нашей замечательной русской транспортировки. Но, в принципе, на самом деле, первое впечатление крутое для, я так понимаю, тестовой модели, и для тестовой модели это хорошо. Ну, вот, единственный минус это то, что слегка не обработана резьба, не до конца, и то, что вот здесь краска слегка слезет. Ну, в принципе, это все так же спишем на первой модели, на тестовой. В принципе, кальяну я поставлю, наверное, балла в 7 из 10, только за счет этих мелких недоработок и отсутствия колбы со шлангом в комплекте. Ну, в принципе, кальян отвращение не вызывает, Дмитрий молодец, желаю удачи в развитиях. В общем, как-то так. С вами был канал Хука Лайф, с вами был Александр и Никита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на Инстаграм, на группу ВКонтакте. Ссылочку на производители я оставлю в описании. Всем хороших новогодних праздников, всем удачи, всем пока!